Всем привет, с вами Лимон за 551 рубль, и это вот будет обсуждение 10 серии, представляете, ааа, через 3 серии, серии, конец сезона, аааа, ой, так много всего там произошло, сейчас за рубль, первое, что мы обсудим, это, конечно же, отношения этой роки, музыки и Ливер Блюм, я просто, я не помню, как зовут, року в Йон-Сэ-Ши, вроде на Мэттум что-то, Мэ, Мэ, Мэعت Мамото, блин, не помню, ну, короче, они канон, ура, я думала, я думала делать по ним, Эдит, и думала, а что если они не канон, меня засрут, там что-то там, не оказалось, пофиг, но потом я поставила серию, ааа, ура, не канон, всё, я погнала делать, Блин, вот, ну, это такое, как бы, не совсем клише, чтобы заставить признаться друг другу в чувствах, и надо запереть в какой-то там страшной ситуации, это довольно хороший повод, как бы, что они друг другу там выговорились. Ну, это так было, ну, Беза, конечно, такие чувства у меня своеобразные после этого момента, но все же они друг другу признались, это еще, это... Вообще, Беза их туда заперлась, потому что они, типа, истребляли девочек-волшебниц, и из-за этого их надо было, вот, ну, да. Ой, конечно, пиздец какой-то. Мне понравилось, типа, как раскрыли Немо, вот, именно вначале показали флэшбэк с их детства, и это достаточно прикольно было, то, что вот их способности, как бы, ну, логично, что их способности, это что-то там с ними связано с характером, с вот уроки, то, что она музыкой, типа, поет, занимается. Вот у Беза из-за того, что она еще и с детства тоже так, ну, краснела немножко, когда видела вот этот вот отрывок, когда показали из ее детства. Нам показали, как у нас вот этот сели шоу, ну, и, короче, да, вот этот тоже. И вот у Немо, она, типа, блин, как сложно составить мысль. Короче, мне понравилось, как раскрыли Немо, показали их отрывок с детства, с урока, как они познакомились. Она вот, типа, ее никто не хотел брать к тебе играть, и она была в тени, типа, это уже, как бы, хорошо такое философское, можно сказать, значение. И вот она стояла там в тени, что-то говорила, ну, вот эти игры, что-то по типу, я вот иду по плитке, наступлю на полоску, вся моя семья умрет, это что-то по типу такого. Но она там что-то куда-то провалится или что-то в этом роде. Ну, и потом ее способность управления тенями, можно также сказать, что, типа, она всегда была где-то в тени уроки, потому что Рокка на нее не очень обращала внимание, хотя она все ради нее и делала, и вступила в эту организацию ради нее, чтобы ее там защитить, потому что, типа, ну, она не очень так и жива, смотря на этот момент, когда их приглашают в Анармиту. Типа, Рокку, это, сказали, ты станешь айдолом, тебя вот тебе любить, а вот Неман такая, ну, ладно, я с тобой пойду. Это достаточно хорошо скрывает персонажа, их отношения достаточно хорошо построены. Ну, и, типа, этот момент, ну, такой, конечно, да, но все же, благодаря Безе они друг другу признаются, потому что они обе как, как сказать, ну, как Цундеры, типа, они на друг другу орут, скрывают свои чувства. Они бы, наверное, не признались друг другу, я думаю, возможно бы. Ну, все же, этот момент такой, ну, а? Что-то смущающее было, ну, да ладно, что дальше? Дальше у нас сражение, их с этими монстрами, да, пошел. Оу, вопрос, вот когда они сражались вот со всем этим, то, когда Киеви расхреначил полгорода, там на заднем фоне весь город уже черный, там одни пепелы какой-то остатки остались, где тройное волшебство? Почему они где-то там между собой показали, как они тренируются, а они не приходят город спасать? Вот, что это? Там половина анормиты собралось просто против труду, что-то там сражается, монашка, это, город там что-то разбивает, там что-то все орут, а они там где-то в горах заседают, вот что это такое. И насчет этого сражения, я вообще, я, это, о, у Киеви три звезды, вау, охуеть. Прикольно, конечно, момент такой, и она такая в леопарда такая, вот почему она леопард, кстати, стала понятна. Но мне это не дает покоя, то, что, как бы, их способности же связаны как-то с этим всем, их там чувствования, и я не понимаю, что с Киеви связано, потому что ничего, она, не знаю, военную подготовку прошла. Почему она с оружием стреляет? Вот это интересный момент, конечно. Почему она леопард? Ну, как бы, они сами себе эту псевдониму выбирают, как оказалось, и, ну, наверное, это Вена, этот покемон, короче, рассказала Киеве, что вот именно те леопарды, может быть, ну, и, наверное, она видела у себя три звезды на Грузии, то, что логично. Чего там еще и хотела-то? Монашку пока что не раскрыли. Кстати, про монашку эту. Вот она, наверное, раз все связаны как-то у них, их способности с их характером, профессией, кем они там и хотят, и ради чего, я надеюсь, что она слушает в церкви, потому что это было прикольно, потому что это было плагично, потому что это было, это и должно быть, я не читала Монгу, если кто-то мне напишет какое-нибудь спойлер в комментариях, я вас просто задушу. Что нас ждет в следующих сериях? Смотря на все это, будет просто замес между Безе и вот этой вот, вот с Владыкой, и то, что рока такая пробуднелая вот, вот у Киви, вот когда, вот начало серии было, у Киви 0 звезд, у Корресу 3, а у тебя 2, то это нифига, потому что в многих моментах показывали, когда Безе такая прям, уаа, там что-то орет, смеется, когда она, короче, ебанулась совсем, вот у нее там появляется, получается, 6 звезд, это вообще получается, у них, она сильнее Владыки, и это будет, пиздец, что там будет происходить, но потом они пойдут в отель вместе с Киви, походу, ну, как там, что-то говорилось, как Киви такая говорила, когда мы всех там победим, пойдем в отель, вот так все и будет, ну, а дальше, я не знаю, ну, мне уже проспорили, то, что там еще какая-то, ну, новая героиня будет, и кто-то там еще будет, и вообще много чего будет, вообще 5 сезонов анонсировали вроде бы, инфа, поверь мне, брат, но это мне также сказали, поэтому я не знаю, правда ли это или нет, но надеюсь, потому что было бы круто. Ой, что бы еще рассказать, меня в этой группе, которую я в прошлом видео проэклонировала, меня немножко засрали, тем, что я ставлю реакцию в таблетки в нашем ТГ-канале, меня хотели за это удалить, я не знаю, чем мои таблетки им не нравятся, я не знаю, что вот этот вот миф, миф-миф этот, что ему не понравился на таблетки, он подумал, что я над ним так издеваюсь, нет, это моя просто любимая реакция, она просто выглядит прикольно, я не за твоего, я не за тобой издеваюсь, ну чел, ты слишком обидчивый, я тоже, нет, я совсем не обиделась, ребята, ну я просто немножечко убрала реакцию таблеток со всех постов, и теперь там никто ничего не ставит, потому что всем пуху на эту группу, и мы просто туда батоп запустили, это не сто, это там не сто один, сто десять человек, это просто кто-то батоп туда напустил, не буду говорить, кто это, мяф-мяф, мяф-мяф, мах-муф-муф-муф-мяф, что со мной происходит, я не люблю, придох, я совершенно не обидчивый человек, я совершенно не злопамятен, нет, я совершенно, нет, это... Бесячая, паскубая Хорошая песня меня описывает Ой, чё я ещё-то хочу Вам сказать, ребята Не будьте вы плохими людьми Не запрещайте людям ставить реакции В ваших стекановых таблетки Вот у меня вообще хорошая подписчица Написала, что ей нравятся мои ролики Вот Дашка, Дашка, я обожаю Ты мой день спасла Я вчера так умерла Меня закирбибули в интернете Я об этом целое видео Выложу Я даже придумала уже все аргументы Ой, вот на такой немножко Такой ноте мы заканчиваем Я заканчиваю это видео Всем пока, не болейте и не поздайте себя Оскорбляйтесь в интернете В реальной жизни и везде Всё, всем пока Когда сбегу своей шараги Погуляем, как обычно И пойдём домой спать